Белорусская армия отказывается наступать на Украину и правильно делают. Слава Украине! Живе Беларусь! Привет, братский народ Беларусь, от братьев ваших с Украины. Украина поддерживала вас на пути становления Беларуси европейской страной. И мне очень жаль, что победил российский СООК. Что ваш нелегитимный таракан Лукашенко прогнулся перед террористом Путиным и превратил вашу незалежную в федеративный округ Российской Федерации. И что Путин, насадив Лукашенко на свой корнишон, втягивает вашу страну в войну с Украиной. Воевать за маниакальные идеи кремлевского карлика, который уже подписал себе смертельный приговор, военнослужащему другой страны уж точно не имеет смысла. Тем более очевидно, что все участники путинской кровавой авантюры уже становятся военными преступниками. И я не думаю, что белорусы хотят оказаться в таком же статусе. В данный момент обезумевшему кремлевскому маньяку не хватает пушечного мяса. И российский диктатор пытается втянуть в кровавую мясорубку страны ОДКБ. Пока это у него не очень хорошо получается. Казахи и узбеки послали пришивого туда, где находится российский военный корабль. То есть нахуй. И тогда персонаж начал собирать всякое отребье. Наемников из Сирии, у которых хватило ума, потребуют деньги вперед. Поскольку русские известны тем, что кидают на деньги и своих солдат, и семьи, ликвидированных в Украине. Наемников из Ливии и даже полудитых аборигенов из Центрально-Африканской Республики, готовых воевать за три копейки. Тем не менее, кремлевский диктатор не оставляет попыток задействовать войне в Украине и белорусскую армию. Думаю, вам это точно и нафиг не нужно. Во-первых, вы на многие годы поссоритесь со своим соседом, с которым никогда за всю историю Беларусь не воевала. Во-вторых, получите полный крах экономики. Из кризиса Беларусь не вылезет десятилетиями. А это означает резкое снижение уровня жизни, зарплат, дефицит на самые необходимые продукты, огромная инфляция, дефицит на лекарства. А если вы захотите уехать из всего этого ужаса, то вы не сможете это сделать, поскольку выезд белорусам в любую цивилизованную страну будет закрыт. И это только часть проблем, которые могут ожидать белорусов. И самое главное, риск навсегда зажмурится для каждого белорусского военного. Он очень велик. Просто посмотрите, сколько зажмуренных россиян лежит именно на вашем северном направлении. Это те товарищи, которых кинули на убой, как пушечное мясо, под украинскую артиллерию, СЗО, авиацию, байрактары. Важно понимать, что все передвижения российской армии на севере Украины, как на ладони. Все эти колонны обстреливают, как в тире. Послушайте, что рассказывают российские солдаты. БТГР уничтожается полностью под чистую. Логистика нарушена. Колонны заправщиков и БК просто не доходят до них, поскольку колонны постоянно атакуются БСУ. Куча российских солдат бродят, как бомжи по лесам и полям украинского полесья, периодически попадая под огонь наших РСЗО, и сдаются в плен, если, конечно, очень сильно повезет. Не забывайте про то, что на севере РФ вела практику загранотрядов. Кадыровцы и прочие разгвардейцы отстреливают отступающих и дезертиров, а также раненых россиян, чтобы не возиться с ними. В общем, хорошего мало. А я бы сказал даже, что у Росармии все херово. Ну и главное. Украинская армия – это армия, воюющая уже 8 лет страны. Все солдаты и офицеры прошли школу боевых действий на востоке Украины. И таких более 300 тысяч. В 8 лет мы готовились к полномасштабному вторжению путинской России. Как вы видите, у нас уже гражданские в селах ходят с джавелинами. И профессионально умеют с ними обращаться. Наши женщины-депутаты валят пачками российские танки. Из автоматов валят российских оккупантов-пенсионерки. Дети забрасывают коктейлями Молотова российскую технику. Но вы это все и сами видите. Поэтому просто подумайте о своем будущем. О будущем своих детей. Стоит ли их будущее хотелок обезумевшего кремлевского маньяка Путина, которого уже весь мир считает военным преступником. И за его голову назначена огромнейшая сумма. Что же касается нас, я уже говорил, мы всегда вас поддерживали. Я продолжаю называть вас братьями. Именно поэтому ту единственную колонну белорусских наемников, которых Лукашенко отправил неофициально, что заехала на нашу территорию, на территорию нашей страны, мы не пустили вглубь. Не стали выматывать и деморализовывать. Кошмарик-байрайтарами. А спалили сразу. Недалеко от границы. Чтобы матери и отцы белорусских оккупантов смогли как можно быстрее получить похоронки, собрать остатки тел своих родных и вывезти их домой, в Белоруссию. Это было предупреждение. Ведь мы братья, и мы не хотим с вами воевать. Но ежели вы решитесь, то 10-15 тысяч состава вашей армии среди разбитых и сожженных обломков самой огромной, великой и могучей российской армии мы даже не заметим. Если братья белорусы в этом кто-то еще сомневается, посмотрите видео про потери российской армии. Даже хотя бы на моем канале. Этого будет достаточно, чтобы понять, что для каждого украинца это не война. Это сафари, которое мы ждали, к которому мы готовились 8 лет. Но если же под дулом автомата вас заставят вступить на нашу землю, не вздумайте нажимать на курок. И изучите инструкцию, как правильно сдаться, чтобы остаться целыми и невредимыми и вернуться домой к детям и близким. Братья белорусы, надеюсь, вы меня услышали и поняли. Отправьте это видео своим друзьям и близким. Сохраните жизни и не станьте изгоем цивилизации. Слава Украине! Живе Белорусы! Редактор субтитров А.Семкин